Доброго времени суток всем дорогие друзья, с вами Каспер и мы сейчас на Игромире, на огромной ежегодной выставке компьютерных игр и всего, что с ними связано. Первый день, випы, бизнес-день, пресс-день, называйте как угодно, и мы отправимся посмотреть, что же там находится внутри. Ну и, собственно говоря, мы перешли в основное помещение, откуда можно добраться везде. То есть, здесь есть несколько павильонов, каждый из павильонов более или менее тематический и посвящен какой-то определенной тематике. Боже, ваш капитан! И давайте, наверное, отправимся вот сразу слева от главного входа. Мы наблюдаем машину, замечательную машину. Не знаю, что это за автомобиль. Ну, в общем-то, мы здесь наблюдаем определенную гиковскую половинку, различные там постеры, плакаты, очень много рекламы, естественно, потому что это, собственно, все мероприятие посвящено рекламе. Различные вам на столочке у нас продаются реклама кредо-убийцы, он же Assassin's Creed фильм, который выходит с 5 января, как мы можем наблюдать. Рюкзачки, футболки, все что угодно, любой мерч, на любую тематику. Вон там есть чудо-чудо-женщина. Кстати, это одна из многих чудо-женщин. Возможно, на него тоже поглядим. Трансформеры, какие-то монстр-траки. Я не знаю, что это, но, наверное, это круто, потому что стенд большой. Селфи-палки, так магазины называются. Что вообще за бред? По сути, это один из самых менее населенных павильонов. Здесь в основном магазинчики, здесь в основном просто можно провести как-то время, не перенагружая себя лишней информацией. Соответственно, здесь мы надолго не задержимся. Здесь мы проведем буквально минутку, после чего отправимся в огромнейшее помещение с огромными стендами, где есть еще и замечательный стенд, на котором нахожусь лично я. Так что давайте, наверное, именно туда и отправимся нам в ту сторону. Замечательная фигура. Я не мог удержаться, вы уж извините. Да, ну и что, вот мы добрались до еще одного павильона. Я вам говорил, что тут будет что-то большое, но я вас наглым образом обманул. Здесь у нас тоже немного гиковской продукции, как вы видите, тут у нас находится мир покемонов. Здесь можно купить там буквально пару плюшек. Есть одна секретная локация, которую обязательно покажу, наверное, где-то ближе к концу видео, где можно купить огромное количество здоровых, маленьких, средних плюшевых покемонов. Там просто... Но! Здесь у нас все для поклонников творчести самих там Нинтендо, кто когда-то этим увлекался. В нашем регионе не сильно распространено, но все же можно купить там коллекционные различные карточки, здесь альбомы. В общем, вспомнить немножечко детства. И давайте пройдем дальше, посмотрим, что же здесь есть еще. Здесь еще мы можем наблюдать аллею авторов, собственно. Это все комиксы. Комиксы, еще раз комиксы, различные самые. Те, которые я знаю, которые я не знаю. Так как я не особо увлекаюсь комиксами, то я вообще ничего в этом не секу, но творчество таких людей я уважаю просто потому, что я знаю, что это делать тяжело. И писать, и рисовать, и всеми этими делами заниматься. И здесь есть замечательный Михаил. Он просто великолепен, этот Михаил. Он просто, он просто, он просто очень милый. Хочется его потискать, почитать ему животик, возможно. Он реально неплох. Можно его за язык потрогать немного. Он действительно качественно выглядит. Ну, ладно, не будем пока его разрывать. Я думаю, что мы немножечко перейдем дальше. Да-да-да, сейчас. Так, и, собственно говоря, меня тут немножко сбили с толку. Я же растерялся, но я, конечно, привык к тому, что я на Игромире, и то, что тут люди могут знать вообще, чем я занимаюсь, но всегда приятно, безусловно. И спасибо тем ребятам, которые сюда приходят, посмотреть там на нас, на всех, кто также здесь оказался. Ладно, хватит уже обо мне. У нас здесь что? Как я уже говорил, опять все гиковское. Здесь у нас Дэдпул он нарисован. Здесь всякие брелочки, финтиклюшечки, 3D рисование. Что это такое вообще? А, я знаю, что это. Это действительно таким горячим пластиком рисуют различные фигурки. Очень тоже прикольная вещь. Очень сложная, но, как бы, у меня руки не из тех мест растут, поэтому я таким ничем не занимаюсь. Далее мы, наверное, перейдем немножко в ту сторону и уже поговорим про более-менее масштабные стенды. Что это? Это просто косплей на танк. Это нечто. Давай, давай, давай. Как с тобой фотографироваться? Тебя бананом подлетит. Это звучит, как угроза. Давай в костюме танка просто. Жесть. Спасибо огромное. Это просто нечто. Ладно. Я вижу там еще какой-то секси-гик. И, естественно, мы туда не пойдем, поэтому мы чисто случайно отправляемся в эту сторону для того, чтобы посмотреть на каких-то викингов, на какие-то лампы. Также я не особо разбираюсь в теме Комик-Кона, но знаю то, что он здесь проходит. Огромное количество косплееров. Концентрация джокеров на квадратный метр намного выше, чем на улице в обычный такой солнечный день. И, наконец-то, презентация таких самых глобальных здесь, наверное, вещей. Собственно, сама сцена Комик-Кона у нас там имеется. И Изгой. Один. Star Wars. Фанаты, я уверен, оценят. Их тут, я уверен, много. Я, опять же, не один из них, потому что я просто задрот, а не такой типичный гиковский персонаж. И также презентация самого Доктора Стрэнджа здесь имеется. Очень много фильмов на этой выставке нам будут показывать. Но поглядим, как они все вообще будут заходить. Я очень жду Доктора Стрэнджа. Актер мне нравится, главное. И, в принципе, люблю фильмы про супергероев. Ну, давайте, ладно. С гиками мы теперь точно закончили. У нас сейчас начнется настоящий экшен, потому что мы перемещаемся в два самых таких технологически развитых павильона. Это PlayStation, это куча других различных компаний. Можно саньте, я графируюсь, пожалуйста. Давай, давай, быстренько. Спасибо огромное. Да, обращайся. И поехали. Я заметил, что чем больше становится людей, тем больше меня останавливают по пути моего маршрута. Ну, так, по идее, быть и должно. Как же там громко. Блин, я бы пошел туда потанцевал, но меня, наверное, не пустят. Да, ну и что, ребят, всем еще раз. Здрасте, мы в другом павильоне. Самый громкий павильон на всем игромире, потому что здесь есть джаз-дэнс. Здесь просто невероятная какая-то движуха. Тут постоянно танцуют люди. Не знаю, возможно, это специально обученные люди. Возможно, это просто какие-то рандомные челики, типа меня, например, туда могут пойти. Но, как я говорил, уже я слишком трезвый для всего этого. Может быть, ближе к вечеру я туда отправлюсь, но пока не сейчас. Также мы здесь можем наблюдать офигительно огромный стенд PlayStation. Просто они вот как в прошлом году достаточно большой объем заняли всей этой выставки. И, соответственно, есть что посмотреть. Очень много, опять же, VR-а, различные новые игры, Horizon, который ждут все, и я в том числе. Очень-очень крутая вещь должна быть. Тут какая-то очередь. Эта очередь в ту вещь? Возможно. Куда хочу попасть я? Я очень хочу попасть на бэтменовский VR, Arkham City, кажется, там. В общем, неважно, Arkham что-то из этой серии. И я бы просто невероятно сильно хотел туда попасть каким-то образом. И надеюсь, у меня это получится, потому что я все-таки имею определенные привилегии. Далее. Гвинт. Игра, которая вышла к нам из Ведьмака. Она к нам просто ворвалась. Многим она нравится. Многим ей просто, ну как, люди поиграли внутри Ведьмака, и вроде бы как нормально. Но, тем не менее, теперь это абсолютно отдельная игрулина. Тут также ходят девушки из Трона. Вот одна, собственно, из них. Так, тихо-тихо-тихо. Надо как-то прорваться. Да, очереди уже начинают потихонечку копиться, несмотря на то, что это только, казалось бы, VIP-день. То есть людей не так много. Но если вы придете туда, сюда, вернее, в обычный день, я могу только пожелать вам удачи. Потому что даже у меня не всегда получается везде побывать. Сразу определитесь, куда вы хотите, и сразу старайтесь туда попасть. Мафия 3. 2К. Офигительно тоже прикольно выглядит. Там еще есть один большой стенд. Я тоже хочу на него посмотреть. Мне тоже интересно эта игрулина, потому что она немного связана с моей деятельностью. Ну и давайте пройдем немножечко к парагону. Да, кстати, кстати, здесь проходит еще адреналин Сайберлига, как мы можем видеть. Тут и Counter-Strike есть. Тут наши ребята, как раз, кажется, будут выступать. Там, Слэм, Таффа, Strike, если я все верно помню. Так что вы можете сюда тоже иногда заходить. Не только ко мне, на стенд Intel, но и на другие стенды иногда тоже можете приходить. Там тоже есть интересные вещи. Но про наш стенд я расскажу отдельно. И это будет очень много информации, потому что там действительно есть чем заняться. Вот он, собственно, парагон, про который я и хотел рассказать. Тоже та же моба, только доступна еще и на PlayStation. Очень интересный формат. Тоже я поиграл некоторое количество времени. В принципе, выглядит неплохо. Есть чему поучиться. Отдельные там свои системы с внутриигровыми фишечками. Возможно, мы даже с разработчиком этой игры сможем пообщаться у нас, опять же, на стенде. Но, так как тут опять началась музыка и очень громко, я отсюда сваливаю. И мы отправляемся в соседнее, последнее большое помещение, где я покажу эту секретную локацию с покемонами. И, соответственно, расскажу побольше про место, где буду находиться конкретно я все эти дни выставки. Кстати, в прошлом году я именно здесь, в Call of Duty... Нет, в каком прошлом году? Это было года три или четыре назад. Что я вообще несу? В общем, я здесь урвал себе коллекционочку Call of Duty с экшн-камерой, там, браслетиком, еще какой-то фигней. То есть, очень-очень-очень крутая была коллекционка. Я прям очень радовался. Так что, я не знаю, скорее всего, люди тут в очереди опять же за ней стоят. Ну и, собственно, самый технологически насыщенный павильон этого игромира. Ну, как мне кажется, очень большое количество ноутбуков, различные периферии, техники, не знаю, компьютеры, опять же, процессоры. Все, что есть на базе этих процессоров. Очень-очень-очень много железа и всего, что с этим связано. Ну и вот у нас первые тоже клиенты. В Ladi. Наушнички, я смотрю, у них валяются. А я так понимаю... Нет, это их конкретная продукция. Да-да-да, все верно. У них один конкретный логотип. Ну, все весьма мрачненькое, резкое. Кому-то, возможно, нравится такая стилистика. Далее. HyperX. Как там у них было? Как-то так. В общем-то, все, что связано с железками, которые эти ребята производят. Ну, ладно, я думаю, мы не будем рассказывать про каждый из этих брендов отдельно. И так все более-менее понятно. У нас вот какой-то интересный косплей на... Блин, я знаю, кто это, но не знаю, как это описать словами. Это что-то похожее на совуха, но не совух. Косплеи здесь просто великолепные. Я вообще кайфую от них. Так. Что у нас тут такое огромное? Alienware? Да, если вы хотите себе большой, мощный ноутбук весом килограммов 80, то он у вас будет. Ладно, конечно же, шучу. Здесь тоже есть годные продукты. О, я нашел Хардстоун. Я остаюсь здесь, скорее всего, на ближайшее будущее. Все. И мы потихонечку, совсем потихонечку приближаемся к этой решающей локации. Самой важной локации. Я говорю, конечно же, про покемонов. Какие еще там интелы. Но давайте посмотрим, где вы можете затариться лучшими покемонами. И потом я вам покажу самый офигенный стенд. Наш оператор увлекается. Где мои покемоны? Ну, как вы видите, здесь самые-самые-самые большие, самые-такие красивые, наверное, локации, если не считать, вероятно, стенд там «Звездные войны» или что-то в этом духе. И вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. По бегущим людям с гигантскими Пикачу под мышкой, можно догадаться, что мы уже близко. Если вы хотите себе вот такого огромного Пикачу, можете смело сюда обращаться. Тут, я смотрю, вообще очень много различного мерча, связанного с покемонами. Кстати, робот тоже веселый стоит. В общем, я показал, но показал только потому, что это близко к локации, где буду постоянно находиться я. И в эту локацию мы сейчас и идем. Стенд Sennheiser, кстати. У меня у самого наушнички такие дома лежат. Ну и стенд Intel. Сейчас мы к нему подходим. Тоже достаточно приличных размеров. В этом году Intel и, собственно, стенд, на котором конкретно присутствую я, мне очень понравился. И сейчас я вам покажу, почему. Вот мы и пришли. И самое важное для меня на этой выставке место, потому что здесь буду я постоянно тусоваться. Здесь вы сможете меня найти. Intel. Процессоры. Все, что на базе этих процессоров. В плане конкретно движухи, того, что происходит именно здесь. Здесь есть VR-зона. Вот там есть отдельная комнатка, где вы можете покатать в одной из версий VR-устройств. Различные, опять же, самые игры. Можно провести прикольно время. Далее. Здесь есть компьютер стоимостью полтора миллиона рублей. Он весит 50 килограммов. Чтобы его, наверное, не сберли. Я не знаю, почему он может так весить много. Но вот мы потихонечку к нему приближаемся. Вот это чудо. Синий. Огромный, огромный компьютер с огромным количеством каких-то трубочек, жидкостей. Полтора ляма рублей. Ну, мне так сказали. Отличные также VR-версии игр Crossout. Я сам поиграл, кстати. Прикольно. Мне машинку понравилось собирать. Реально очень круто выглядит. И, опять же, возвращаясь на тему машинок. Есть аппетитный симулятор. Автомобильный. Да, как-то так он называется. Где кресло находится на гидравлической такой штуковине. И, собственно, вы все толчки земли, все бордюрки, все какие-то откосы, отзывоины. Вы все это офигенно чувствуете. То есть, вы реально сидите в автомобиле. Я, опять же, тестил. Очень круто. Единственное, ветер волосы не обдувает. Не кабриолет, к сожалению. Ну и почему вообще у нас здесь стоит этот торт из компьютеров? Почему у нас вообще здесь стоит вся эта сцена? Потому что у нас здесь на протяжении всех дней будут проходить турниры. У нас будут здесь турниры. Будут по War Thunder, по Heroes of the Storm. По абсолютно другим дисциплинам. И Crossfire, и Warface, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому каждый день можете приходить и, соответственно, участвовать. Призов будет много. Призы будут очень классные. Соответственно, я думаю, что время провести у нас на стенде вы сможете с большой для себя пользой. По крайней мере, плюшечек урвать. Вероятность есть неплохая. Ну и, собственно, это, наверное, все, что я вам могу рассказать. И про этот стенд, и, вероятно, про выставку в целом. Потому что мы уже обошли всю по кругу. У нас ушло много времени, много сил. Но я надеюсь, что вам все понравилось. Ну и, как я обычно, люблю прощаться. До скорых встреч. Возможно, по эту сторону сетевого кабеля. Пока.